Где еще представится шанс умереть молодым и красивым, как не в мире криминала? Быть активным деятелем в преступном сообществе означает навлечь на себя гнев своих врагов. Да и друзья могут подставить в любой момент, предать, подвести под нож. Такое часто происходит. Вот и эти авторитеты, которые ушли из жизни слишком молодыми, только подтвердили лишний раз опасность своей профессии. Сергей Бойцов. Боец. Вор в законе железной воли. Принципиальный и жесткий. Умный и образованный. Любил философию, писал стихи, которые были одобрены земляком Бойцова, известным поэтом Евгением Евтушенко. Родился авторитет осенью 1960 года в Иркутской области. Ему нравилось учиться, но еще в 15 лет он попался на краже. И его жизненный путь свернул в сторону криминала. Из-за характера и неподдающегося нрава Сергей постоянно конфликтовал с тюремным начальством, что только продлевало его сроки. Идейно отрицало, он подвергался давлению со стороны надзирателей, но им так и не удалось сломить его дух. Был возведен воры в законе самим япончиком. Участвовал в коронации Саши Севера. Его расстреляли вместе с телохранителем в 99-м. Тогда Бойцова было всего 39. Сергей Тимофеев. Сильвестр. Простой тракторист, выросший до криминального авторитета, державшего под своим влиянием всю Москву. Родился Тимофеев летом 1955 года под Великим Новгородом. Увлекался спортом, перебрался в Москву после срочной службы в армии. В 80-е был уже главарем ОПГ, постепенно прибирая к своим рукам власть в районе. Спустя время под его контролем были все частные извозчики, наперсточники, угонщики автомобилей южной окраины столицы. Потом банда перешла к вымогательствам. В 93-м году объединился с Солнцевскими и встал во главе альянса. Доходы авторитета в пике его могущества достигали миллиардов долларов. Сильвестра подорвали в его автомобиле в сентябре 94-го года. Тогда авторитету было 39 лет. Александр Соловник, Македонский, знаменитый киллер, который убил десятки. Он был первым в России, кто взялся и исполнил заказ на убийство криминального авторитета. При этом Соловник обошел красивых женщин, любил деньги и умело их тратил. Родился Александр осенью 1960-го года. С детства занимался спортом, стрельбой и борьбой. Работал в милиции, но быстро оттуда уволился. Вскоре познакомился с лидерами Курганских, на которых впоследствии начал работать. Совершил три дерзких побега. Один раз даже сбежал из считавшейся неприступной матросской тишины. После этого уехал за границу и в 1995-м году оказался в Греции. В Соловнику убил другой киллер. Это случилось 31 января 1997-го года, когда ему было всего 36 лет. Сергей Мамсуров. Мансур. Выходец из благополучной семьи, что не совсем типично для представителя криминального мира. Мамсуров славился своей жестокостью, беспощадностью, бессмысленной свирепостью. Родился авторитет в Москве в августе 1959-го года. Увлекался спортом и поэзией. В институте свернул с нормального пути на криминальный. Сначала занялся бизнесом, затем углубился в рэкет, открыв охранное агентство для прикрытия своей преступной группировки. В 1992-м году попал в тюрьму, где подсел на наркотики. Запрещенные вещества порой сводили его с ума. Под дозу он становился неуправляемым и агрессивным. После ряда жестоких и бессмысленных убийств, Мансур был застрелен во время штурма его квартиры. Это случилось в 1995-м, когда авторитету уже исполнилось 36 лет. Андрей Исаев. Роспись. Принципиальный законник, выступавший категорически против кавказских группировок и воров в законе, приобретающих свой высокий статус за деньги. Из-за этого у Исаева было большое количество воровов. Все те, кому он мешал своей непримиримой позиции. Родился Андрей 21 июня 1961 года в Москве. Еще в 16 лет впервые сел в тюрьму за ограбление. После освобождения продолжил заниматься грабежами, сколотив небольшую банду. Снова сел в тюрьму в 1982-м. Встретился на зоне с Бузулутским, назначившим его на пост смотрящего. Исаев был идейным вором. Большую часть своих доходов направлял в общак. Конфликт с лаврушниками перетек в криминальную войну, в ходе которой на Исаева посыпались покушения. Его убили в 1997 году. В польском городе Познан. В 36 лет. Сергей Лепчанский. Сибиряк. Один из главарей Кунцевского ПГ. Молодой, подающий надежды кандидат на воровской трон России. Лепчанский строго следовал всем старым воровским традициям. И был жесток тем, кто их нарушал. Родился Сергей в Братске, Иркутской области. В многодетной семье. Начал криминальную карьеру с карманных краж. Организовал небольшую группу воришек-сверстников. В 16 лет получил свой первый срок. Пока условно. Затем при втором аресте отправился в колонию. Вышел на волю он уже бывалым авторитетом. По кличке Сибиряк. Взял под свой контроль Братск. Затем вышел на Иркутск. Постепенно со своей маленькой, но очень влиятельной бандой распространил влияние на Читу, Хабаровск и Владивосток. В 92 году получил воровскую корону. Не курил, не употреблял наркотики. А главное, препятствовал кавказским бандам получать выгоду на своих территориях. И внезапно пропал. Да так, что и до сих пор никто не может найти его следы. Официальная дата смерти установлена 6 августа 96 года. Если это так, то Сибиряк покинул этот мир в возрасте 28 лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!